ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что за оборудование? Давайте с этого начнем. Ну, вообще у нас урологическое отделение, мы считаем, это одно из передовых в нашем Красноярском здравоохранении. И всегда, так сказать, конкурентная способность нашего отделения, нашего госпиталя, наших специалистов для нас очень актуальна является. И мы очень много отправляем наших специалистов за пределы нашего Красноярского края на учебу, в другие лечебные учреждения, в другие регионы. И вот, так сказать, давно у нас созрела идея приобрести Гольмевый лазер. Это то оборудование, которое необходимо именно для больных. У нас контингент довольно особый. Это люди пожилого старческого возраста. Большей частью средний возраст наших пациентов 78 лет. Вы представляете? И масса сопутствующих заболеваний. Да, поэтому для нас очень важны это щадящие малоинвазивные операции. И вот как раз это оборудование, которое позволяет более щадящим методом произвести те необходимые хирургические вмешательства, которые, так сказать, нужны для того, чтобы, значит, больной быстрее мог встать на свои ноги. Насколько я знаю, там можно раздробить камешки, да? Да, да. И с помощью этого оборудования можно дробить камни в лоханке, мочеточнике, в мочевом пузыре удалять опухоль мочевого пузыря. И причем все это делается как раз вот щадящим методом малоинвазивные терапевтические, хирургические, так сказать, вмешательства, которые позволяют на третий-четвертый день практически, значит, сказать... Встать на ноги. Встать на ноги. Малоинвазивные – это что означает? Небольшой разрез. Примерно так, да? Примерно так, да. И это действительно оборудование является эксклюзивным в нашем Красноярском крае, в нашем краевом здравоохранении. И вот с учетом того, что это оборудование, во-первых, приобретено нами впервые здесь, во-вторых, это сделано за счет внебюджетных источников финансирования, и мы пригласили сюда для проведения мастер-класса насчет специалистов из другой территории. Это один из ведущих сотрудников Федерального бюро медика экстремального агентства ФНБА Абрамов Дмитрий Владимирович, врач высшей категории, и он будет проводить как раз мастер-классы для всех специалистов наших красноярских клиник. Вот и специалисты Краевой клинической больницы приглашены, и университета медицинского, и других лечебных учреждений, которые смогут посмотреть, как можно и какие операции можно проводить на этом оборудовании. У нас подобраны несколько пациентов с разной патологией, и он покажет, что можно сделать на этом оборудовании. Вот вы говорили о том, что вы уделяете большое внимание персоналу, чтобы их обучать, ваших врачей. Это действительно сейчас настолько необходимо и делается? Это нехватка образования врачей? Или все-таки настолько быстро развивается медицина? Скорее всего, второе, о чем вы говорите, и абсолютно правильно. Во-первых, мы здесь в нашем медицинском институте получаем в университете базовое образование медицинское, а узконаправленные профессии, которые требуют технического образования дополнительного. Кроме того, медицинская техника настолько быстро развивается, что чтобы уследить за всем, чтобы получить определенные навыки работы, нужна не только теоретическая часть, но и практическая. То есть все нарабатывается уже руками потом, да? Да, естественно. И это все медики знают, значит, это весь мир так работает, значит, стараются все-таки учиться у тех, кто уже наработал определенный опыт, значит, у кого есть, так сказать, за спиной, значит, так сказать, работа на этом оборудовании уже не одна сложная операция, значит. Поэтому приглашайте сюда специалистов для того, чтобы они приезжали. То есть это эффективно достаточно? Конечно, очень эффективно. Не надо изобретать велосипеды, как говорят китайцы. Надо на нем ездить, да? Надо на нем ездить, значит, и приглашать тех людей, которые, значит, уже катаются на нем давно. Вы сказали, что приобретение были сделаны на небюджетные средства. То есть это спонсорская помощь, да? Благотворительное пожертвование. Благотворительное пожертвование. Ну, скажем так, да? А насколько сейчас вот такая помощь, она необходима нашей медицине? Ну, в частности, допустим, в госпитале. Ну, во-первых, спасибо за этот вопрос, потому что мы всегда работаем над тем, чтобы привлечь как раз спонсоров, тех людей, которые занимаются благотворительностью. Прежде всего, мы же работаем с ветеранами. Это и участники боевых, значит, действий. Это те ребята, которые прошли через экстремальные, значит, как раз ситуации. Это и те люди, которые прошли, вернее, провели свою молодость во время Великой Отечественной войны. Поэтому привлечение как раз вот именно всего общества к решению, значит, вот это же наша общая задача, общая задача, то есть, к оздоровлению нации. Вот это считаем мы очень важным. А то, что касается медицины, вы знаете, у нас здравоохранение постоянно требует замены, так сказать, и то оборудование, которое устарело, значит, уже морально, да, и технически, и физически, значит, устарело. Поэтому мы стараемся, в общем-то, те деньги, которые нам передают краевой бюджет, федеральный бюджет, тратить не только на приобретение оборудования, а на замену устаревшего уже оборудования. И для нас очень важно иметь, значит, еще и дополнительные источники финансирования, которые можно еще и тратить на дополнительное привлечение средств, значит, к покупкам уникального оборудования. Или того оборудования, знаете, которое необходимо вот прямо, значит, ежедневно. Это каталки, это кровати, значит, функциональные, значит, да, вот, то есть, все это мы стараемся использовать в наших стенах нашего госпитала. То есть вот эта покупка не единственная, да? Не единственная, не единственная. Мы только в этом году, знаете, уже в течение 10 лет мы плотно сотрудничаем с Сибирской угольной энергетической компанией, СУЭК. И вот в этом году мы на сегодняшний день еще и проводим аукционы по приобретению оборудования. Физиотерапевтическое отделение, значит, больше, чем на миллион рублей. И, поверьте мне, значит, нам есть, так сказать, чем удивить и не только наших пациентов, значит, но и специалистов в этой области других лечебных учреждений нашего края. Мы приобрели действительно, значит, то оборудование, которое, ну, не хватает в других лечебных учреждениях, которое необходимо нашим пациентам для быстрейшего восстановления. А наши пациенты, это, прежде всего, люди, я еще раз сказал, да, особой такой категории, масса сопутствующих заболеваний, значит, которые надо лечить одновременно в нашем госпитале. Поэтому вот это все помогает нам быстрее восстановить, сократить сроки пребывания на койке в нашем госпитале и, так сказать, создать возможности для того, чтобы наши пациенты быстрее поехали домой, возвратились. А как Вы вообще оцениваете теорию развития медицины в Краснодарском крае? Ну, медицина, я скажу, что развивается, конечно, довольно высокими темпами. В крае за годы проведения программ модернизации появилось действительно уникальное и диагностическое, и лечебное медицинское оборудование, и компьютерный томограф. И еще буквально пять лет назад, значит, для нас была проблема обследовать, значит, наших пациентов именно на таком оборудовании. Сейчас тоже не проблема? Сейчас уже не проблема, сейчас уже не проблема, и, допустим, те пациенты, которые попадают к нам, в наше лечебное учреждение, допустим, такое обследование проходит, все проходят бесплатно, и практически, значит, ну, в течение, там, двух-трех дней. Да, и это для нас уже, значит, так сказать... То есть у нас уже многие вещи, которые пять лет назад были эксклюзивными, они становятся нормой сейчас абсолютнейшей, да? Конечно, ну, и потом, да, и потом с развитием таких федеральных центров, у нас кардиохирургический центр, значит, вы знаете, на сегодняшний день для нас несложно подготовить пациента, так сказать, провести консультацию специалистами этого федерального центра и перевести туда, значит, на хирургическое лечение, а потом мы забираем назад, восстанавливаем, реабилитируем, значит, и это доступно, и это бесплатно, и это качественно. Вот мне как раз хотелось спросить, вот, то есть есть вот эта система, она работает, взаимодействие вот нескольких лечебных учреждений, как вы считаете? Я думаю, что эта система еще отлаживается, значит, и связи, значит, нарабатываются, но, по крайней мере, в стенах нашего лечебного учреждения для наших пациентов это доступно, это не вызывает никаких, значит, дополнительных эффективностей. То есть вам удалось иметь какие-то? Да, не проблема, значит, и специалисты федерального хирургического центра всегда к нам готовы приехать, они консультируют, у нас прямо выезжают, это было неоднократно. Это у нас обыденная работа, которая отлажена, отработана, значит, и спокойно решается. Дефицит кадров, он сейчас насколько большой? Я не спрашиваю, что есть он или нет, потому что знаю, что есть дефицит кадров. Нет, дефицит кадров очень серьезный. В нашем лечебном учреждении он, так сказать, наиболее, наверное, больше, чем в других клиниках, решен все-таки, значит, да. У нас сегодня нет проблем практически с врачами. У нас есть, так сказать, технический, значит, так сказать, дефицит кадров, которые, ну, в связи с переездом врача, значит, да, и вот там возникают такие моменты эксклюзивные или там выход. А вообще вот в крае дефицит медиков, он большой? В крае серьезный дефицит, значит, если в городе мы говорим, что уже свыше трех тысяч врачей, значит, недостаток идет, причем в том числе и это специалисты амбулаторной службы, наших поликлиник, это и специалисты таких профессий, узких специальностей, как неврология, кардиология, та же терапия в наших поликлиниках, значит, вот здесь, конечно, надо серьезно работать. То есть у тех молодых людей, которые идут в медицинский вуз, работа она будет? Да. Сегодня нет проблем, значит, выпускнику Красноярского медицинского университета найти себе работу. И, знаете, задача какая сейчас еще и состоит в том, что каждая территория сегодня может подготовить себе, значит, на контрактной основе тех специалистов, в которых они нуждаются. И медицинский университет, значит, к этому готов на сегодняшний день. А вы сотрудничаете тоже тесно с медицинским? Конечно, у нас несколько кафедр медицинского университета. Мы считаем, что и для медицинского университета это очень здорово, и для нашего лечебного учреждения здорово, потому что... Вот объясните, пожалуйста, вы говорите, у нас появилась кафедра. Вот как это работает? Ну, во-первых... То есть студенты приезжают туда учиться? Да, у нас учебные комнаты. Созданы все условия для учебного процесса. Для нас очень важно, что специалисты, это кандидаты медицинских наук, значит, специалисты в области дерматологии, в области гастроэнтерологии, значит, появились дополнительно в госпитале. И причем очень квалифицированные специалисты, которые проводят по необходимости консультации, так сказать, для наших пациентов. И все-таки консультации сотрудники кафедр, мы считаем, что это другой уровень качества оказания медицинской помощи. Хотя я скажу, что большая часть наших специалистов в госпитале имеют высшую и первую квалифицированную категорию. Поэтому еще и плюс, значит, не только практический опыт, но и теоретический, значит, он как раз создает комплекс того необходимого, так сказать, кондомерата знаний, которые необходимы для наших пациентов. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был начальник Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Алексей Подкарытов. Субтитры создавал DimaTorzok